Верочка О ближнем, о давнем, о главном и неглавном За чаем с вареньем беседовать так славно И истину вместе искать И истину вместе искать Жизнь замечательных людей Даша Севастопольская Дорогие мои, приветствую вас Да, Алтай, ты тоже приветствуешь Алтай мой пес и верный друг А я доктор Михаил Гаврилович Мы вновь готовимся принимать гостей Наших соседей Веру и Фому Алтай, встречай Михаил Гаврилович, здрасте, Алтай Привет, привет Дядя Миша, добрый день Здравствуйте, мои хорошие, проходите Облепиховое варенье сегодня для вас приготовил Вот, а Дарья Сергеевна нам говорила Что облепиха очень полезная Ну, опять ты про нее Про кого? У нас в школе новая медсестра Она нам делала прививки И приходила на классный час Рассказывать про ги-диену И про витамины И Вера в нее просто влюбилась Только и слышу, Дарья Сергеевна, Дарья Сергеевна Хочу быть как Дарья Сергеевна Да, хочу, хочу Медсестрой, такой, как она Чтобы все уметь и быть доброй Внимательной А Фома говорит Я просто говорю, что лучше уж сразу врачом Как вы Ну, чего там эти медсестры? Ха, только уколы и делают А что врач? Он и диагноз поставит, и лечение назначит Между прочим, Вер, раньше медсестер вообще не было Нет, были, были Дядя Миша Значит так, послушайте теперь специалиста Во-первых, Вера права Профессия медсестры не менее важна, чем профессия врача Вот так, Фомочка Но и Фома частично прав Медсестры действительно появились не так давно Вот так-то, Верочка И откуда же они появились? А вот Алтай хочет что-то нам показать Что ж, облепиху я уже попробовала Тогда встаем скорее Беремся за поводок Закрываем глаза Ой, мама Война Доктор, где мы? Мы в Севастополе В 1854 году А, так это Крымская война Наши с французами, англичанами и турками воюют Ай, пушки Я боюсь Наши солдаты и матросы тоже стреляют Но на них летят и летят и дети Пули, бомбы, картечь Этот упал Его в ногу ранили В какую-то канавку скатился И там его завалило корзинами Стонет А его не видит никто Братцы Кто-нибудь Помогите Ради Христа А вон два солдата Мимо пушку тащат Ну Ну вот же он раненый Помогите ему Он же умрет тут Дядя Миша Они уходят Не видят они его вер И не слышат Эх, знак бы какой подать Алтай, Алтай, ты куда? Давай, Алтайщик Забежал на пригород Столкнул еще одну корзину вниз Степан Кто там? Не пойму Пойду гляну Тут я Ребята Позабите, ради бога Ах ты Мать честная Осип Пойди помоги Раненый здесь Да куда ж тебя Больно Нога Вижу Под руки его поднимай О, а я тут подхвачу Да куда ж его тащить-то У нас орудие А ты что, не видишь? Карета горя приехала Кто приехал? Там повозка какая-то А у них кто? Мальчишка в матросской форме Юнга, наверное Даша Мы сейчас к тебе его поднесем Несите, родненькие Вот сюда его На сено Осторожней О, очень больно Воды бы мне, сестрица Сейчас помогу, солдатик На, пей Пойдем, Степан Дашка сама тут справится К орудию Сестра милосердия А почему она Как матрос одета Доктор, вот еще сразу Пока не забыл Что это за карета Горя такая Так, давайте по порядку Девушку эту зовут Дарья Сергеевна? Нет Лаврентьевна Дарья Лаврентьевна Михайлова Родом она из-под Казани Из семьи матроса Когда девочка была еще маленькая Родители ее переехали в Крым Морячка значит Да Даша отлично плавала Рыбачила Великолепно умела управлять лодкой Вообще была сильной и ловкой К сожалению, мама Даши рано умерла Бедненькая Да, весь дом был на ней Голодали, холодали с отцом Но старались выживать И как же Даша выживала? С двенадцати лет стала ходить по дворам Нанималась прачкой Стирала белье Накопила даже денег на корову Но потом, когда ей исполнилось семнадцать Умер отец Даши Досталось ей Слыхала, соседка? Дашка-то наша помешалась Да ты что? А я смотрю, косу отрезала А какая коса-то у ей была Ай, длинная, богатая Да что коса Она ж корову свою продала В отцову старую матросскую форму переоделась И вещи вон раздает кому попало Ой, она с горя падает Как отец-то помер Так и двинулась умом-то Похоже на то Куплю, говорит, лошадь с повозкой Белого полотна и уксусу Слышь, уксусу Рано, чтоб, значит, промывать И на фронт поеду солдат спасать На фронт Вот чумовая А вещи, говоришь, раздает Ну и я пойду к ума Погляжу, чего там у нее Это все правда? Что они говорили? Про корову И что Даша с ума сошла Про корову правда А остальное? На деньги от продажи коровы Даша Михайлова организовала Своеобразную скорую помощь Скорая это та повозка В которую раненого положили? Да Этот Первый в России Передвижной Перевязочный пункт Севастопольцы и назвали Каретой горя Почему горя-то? Она же людей спасала Ну, Фома Горя на войне тоже хватало Особенно, когда враг Подступил к самому Севастополю Вечер И опять стреляют А мы Не на передовое Возле какого-то дома О, вон опять-то повозка выезжает Остановилась у входа в дом Даша выходит Она уже не в матросской одежде А как сестра милосердия В платке В плаке К ней другие сестры выбегают И санитары Теть Клав Принимайте Еще восьмерых Ох Трое тяжелых совсем Даша Передохнула бы Поела чего Ночь ведь не спала Со вчерашнего вечера Все возишь и возишь Нет, теть Клав Ты бы видела Сколько их там еще Мучаются ведь бедные Ждут Одного тащишь А рядом другие Помоги, дочка Помоги Э А это кто? С головой перевязанной У тебя в кибитке Француз что ли? А если и француз То что? Я не разбираю Турок, англичанин Француз Всем больно Всем жить хочется Всех беру Ты прости Пора мне Поеду Готовьте места Еще привезу Этот первый в Севастополе госпиталь Организовала сама Даша Нашла пустой дом Переделала его под место Куда можно было свозить раненых Одна Вначале одна А потом жители Севастополя Видя, как старается девушка Стали ей помогать Как помогать? Привозить одеяло, бинты Еду и медикаменты для солдат Какая же Даша Милосердная И сильная Ну, порой и Дашу Севастопольскую силы оставлял Это что ж такое, Дарья Лаврентьевна? В кибитку впряглись И сами тащите Разве можно, девушки молодой? Вы же не лошадь Убили Убили ее, родную мою Господи, да кого убили? Чернушку Лошадь мою осколком зашибла А, вон она что Эй, кто там? Скворцов Прикажи немедля привезти сюда коня Да покрепче Коня, господину ультер-офицеру Живо? Да что вы Мне же вас не отблагодарить Без разговоров Вам людей спасать Мы вас, сестрица Сами благодарить должны В ноги вам кланяться Спасибо Ну пойдем, милый Там раненый жду Вот это да Какая девушка Но доктор, там в госпитале еще были сестры милосердия Значит, Дарья все-таки была не первая? Первая Хотя во всем мире почитают, как первую сестру милосердия англичанку Кого? Леди Фрэнсис Найтингейл Которая помогала английским солдатам Ее называют основательницей сестринского дела Но это не так? Не так Когда Фрэнсис прибыла на Крымский фронт Даша Севастопольская уже помогала русским раненым Значит, наша Даша первой была А потом и другие наши женщины стали сестрами милосердия Какие? Ну, сначала местные добровольные помощницы А позже в Севастополь Прибыли сестры милосердия Из креста воздвиженской общины Что это за община? Она была организована в Санкт-Петербурге А на Крымскую войну Сестры приехали под началом знаменитого хирурга Пирогова Я его имя слышал И хотел, кстати, о нем побольше узнать Обязательно расскажу Человек он был удивительный А пока все же о Даши Севастопольской И о других сестрах милосердия Да, пожалуйста Они чем занимались? Раненых солдат вытаскивали с поля боя, да? Не только, Верочка И на операциях помогали И в госпиталях ухаживали за ранеными Ну да Попить там принести, перевязать И доброе слово сказать И письмо написать домой И лекарства приготовить, поднести С появлением заботливых, добрых медсестер Гораздо больше раненых стало поправляться Ой, как здорово! Хочу стать медсестрой Если, конечно, Фома опять не заругается Да нет, Вер Теперь я думаю, что это ты хорошо решила Это правда очень нужное дело Только жалко, что не ценит его никто Ну почему же? Ценит? И Дашу Севастопольскую тоже? Ее хоть наградили чем-нибудь? Да Весть о героической девушке Дошла до самого императора Николая Первого И он что? Издал приказ Сударыня, его величество, государь-император Передает восхищение вашим мужеством, стойкостью, милосердием и состраданием И награждает вас золотой медалью за усердие на Владимирской ленте Ого! А также жалует вам 500 рублей с серебром Если же вы решитесь выйти замуж То государь лично выделит вам приданное в размере 1000 рублей По тем временам это были огромные деньги Мелкий чиновник в год 100 рублей жалования получал А тут целая тысяча Да Дядь Миша, она вышла Куда? Куда, куда? Замуж Ой, вот девчонки Даша тут подвиги совершает А вам все про замуж Да вышла, Верочка И приданное обещанное получила Ура! Это хорошо, что Дарью на фронте не убили, а наградили С Дашей Севастопольской и ее помощниц Началась славная история сестринского дела в России А сегодня-то про нее помнит кто-нибудь? Помнят В Севастополе ее именем названа больница Даше поставлен памятник Героиня изображена на панораме обороны Севастополя Надо будет посмотреть А несколько лет назад в Крыму даже появился знак отличия За милосердие имени Даши Севастопольской Здорово! И сейчас есть такие медсестры, как Даша Согласен Я знаком с многими медицинскими сестрами Которые отдают всю душу, все свое старание людям Так что, Вера, твой выбор я одобряю Уж если хочет сестричка быть сестричкой Ладно, пусть будет А сейчас, доктор, нам уже пора Спасибо, дядя Миша И тебе, Алтайка, тоже спасибо До свидания, Михаил Гаврилович Счастливо, друзья мои Храни вас Бог В гостях засиделись Конца вопросам нету Прощаемся, Вера, Фома Порою вопросы важнее, чем ответы Пусть жизнь нам ответит сама О дальнем, о вечном О личном и сердечном О жизни, о вере О мире бесконечном Мы будем беседовать вновь С Алтаем слетаем Мы дальше, глубже, выше И снова услышим Рассказы дяди Миши А ты нам вопросы готовь А ты нам вопросы готовь